Впервые морские мины начали применять ещё в Крымскую войну в середине 19 века. Но моряки считали их вспомогательным средством — оружием слабого и оружием подлым. К 1914 году морские минные заграждения использовались уже повсеместно. Наиболее распространёнными были сферические якорные гальваноударные мины. Железный шар диаметром около метра наполнялся взрывчаткой весом до 600 килограммов. Шар оставался наполовину полом, что позволяло ему держаться на плаву. Специальный трос соединял его с якорем. На поверхности шара устанавливались характерные рожки — контейнеры, содержащие кислоту. При малейшем соударении с корпусом корабля кислота протекала в батареи и в электрическую цепь подавался ток, вызывая взрыв чудовищной силы. За годы Первой мировой от рогатой смерти, как называли это оружие моряки, погибло 586 торговых судов и 207 боевых кораблей, в том числе 9 линкоров, 10 крейсеров, 106 миноносцев и 58 подводных лодок. С 1914 по 1918 год на разных морских театрах было поставлено свыше 310 тысяч мин. Это затрудняло навигацию, и после войны огромное количество мин продолжало плавать по морям, неся гибель мирным судам. Продолжение следует...